Показать произведения историко-революционной тематики. Именно от этого отталкивались создатели новой выставки «Палих советская». Развитие истории портретного жанра, сюжетной миниатюры. За всем этим стоят целые поколения мастеров. А началось все в 1924 году. Это официальная дата создания «Палихской лаковой миниатюры». Тогда же и была написана эта икона с изображением Георгия Победоносца. Несмотря на разработку новых сюжетов и, как мы говорим, на создание нового вида искусства лаковой миниатюры, все же иконописание в Палихе отдавали должное и в советское время. И эта икона богато украшена и росписью золотом, и такой своеобразной технику, имитирующей эмаль по скане. Палихские шкатулки известны на весь мир. На этой фотографии мастера работают над особым подарком. Они готовят шкатулку к 70-летию самого Иосифа Сталина. Конечно, они доили подарки представителям первых лиц, первым лицам государства. Это было очень знаковым и важным для них. И, конечно, престиж поднимало Палихской лаковой миниатюры. Прадед Людмилы Кривцовой Александр Катухин – один из основателей Палихской лаковой миниатюры. Сегодня, по словам Людмилы, настоящих мастеров остались единицы. Это, во-первых, искусство авторское, и оно должно оставаться авторским, а не массовым, народным, как иногда его трактуют. Это не народное искусство. У каждого произведения есть автор, у каждого произведения своя уникальная композиция. Интересно сработали оформители, установив в музее Первого совета гигантскую шкатулку. Попадая внутрь, посетитель экспозиции оказывается в художественном пространстве Палихской лаковой миниатюры. Здесь, кстати, впервые представлены 13 пластин с портретами Иваново-Вознесенских революционеров, работы художницы Анны Кривцовой. Побывать в таинственной шкатулке успеют все желающие. Выставка продлится до 20 декабря. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.